Друзья, это видео о животном примате лысый уакари. Уакари обитают в бассейне рек Оренока и Амазонки. Эти обезьяны считаются редкими исчезающими животными. Активность они проявляют в дневные часы, живут в небольших группах в сравнении с остальными представителями семейства, являются более молчаливыми. Среди американских обезьян лысый уакари имеет самый короткий хвост, голова у них довольно крупная, уши по форме напоминают уши человека. На лице и верхней части головы практически не имеется волос, а все тело и шея покрыты густым волосяным покровом. У некоторых особей может быть небольшая борода, украш шерсти может быть различным. Уакари бывает трех видов. У черноголового уакари спина, бока и верхняя часть хвоста бурые, а нижняя часть хвоста плечи, и лицо черные. У лысых уакари шубка беловатая, а лицо красное. У красного уакари окрас шерсти бурый или красно-бурый, и при этом лицо и лоб красные, а уши и стопы кисти бурые. Уакари обезьяны средних размеров. В длину они достигают от 51 до 57 сантиметров. Хвосты у них небольшие, не превышают третьи части тела. Лысые уакари встречаются более редко, чем другие американские обезьяны, так как для их жизни подходит лишь место обитания определенного типа. Они расселяются лишь на берегах небольших рек, которые текут по лесу, а крупных избегают. Они расселяются по вершинам крупных деревьев, а на земли спускаются крайне редко, особенно в сезон дождей, так как нижний ярус леса затопляет. Они ведут дневной образ жизни, передвигаются уакари, на четырех конечностях не прыгают. Характер у них более спокойный, чем у других видов обезьян. Рацион питания лысого уакари состоит преимущественно из плодов, но вероятно также он питается и листьями, насекомыми и небольшими позвоночными. При исследованиях лысого уакари было обнаружено, что они могут прожить в группах по 10-30 особей, но иногда их колонии более многочисленные, от 30 до 50 особей. А также могут встречаться ассоциации, в которых вместе живут 100 обезьянок. Сезон размножения лысого уакари проходит в мае-октябре, но это относительно особей, которые содержатся в зоопарках северного полушария. Половая зрелость у самок в флоридской колонии наступает в три года, а здоровое потомство они способны давать примерно до 11 лет. Самцы способны размножаться только в возрасте шести лет. Каждая самка рожает малышей раз в два года. О продолжительности жизни лысого уакари известно, что тоже лишь по особям, живущим в зоопарках. Одна самка попала в зоопарк в 12 лет и там прожила еще 11. Черноголовые уакари, которые живут в Колумбии, Венесаэле и Бразилии, а также лысые уакари, живущие в Бразилии, Амазонии, Колумбии и Перу. Оба этих вида относятся к животным, которым угрожает опасность. Черноголовые уакари в Бразилии встречаются часто, но численность этого вида нестабильная, так как люди активно расширяют районы поселений. Численность вида лысого уакари в Перу стремительно сокращается, поскольку на этих обезьян охотятся и вылавливают их из природы, чтобы сделать из них домашних животных. Мыс уакари занесен в Красную книгу. Друзья, всем спасибо за внимание и до новых встреч! Ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на канал!